Купон, я вот сам печатаю деньги, это, конечно, не деньги, не от Банка России, это вот видно, да? Это от нашего Альфа-Топа, купон, просто такой дизайн у него. Тысяча рублей, есть пять тысяч рублей, есть пятьсот рублей, которые на любые следующие мероприятия сразу вам заведомо дают еще плюс к этому любую скидку. Такие купоны можно накапливать, можно дарить, можно по наследству отдавать, можно просто там подругу привезти за дополнительные, например, скидки. То есть скидок там много. На самом деле сюда, когда я посчитал, что туда входит во время этого тренинга, там же мы даем еще DVD-курс, еще аудиопрограмму, еще там бонусы какие-то. Ну, сейчас некогда их перечислять, то там, на самом деле, когда я все посчитал, получается, что человек, оплачивая вот эту сумму, он оказывается еще в плюсе, плюс две-три тысячи он зарабатывает уже сразу. То есть у нас система построена так, что именно мы мотивируем людей на заработок и на доход, прямо буквально с первых дней. То есть это воркшоп получается даже, не тренинг, а воркшоп. Ну вот, я не знаю, определите, сейчас для кого-то это и есть смысл оплачивать, дорого это или дешево. Потому что мы начинаем тренинг буквально через 3-4 дня, в субботу. До понедельника этого, сегодня вторник, да, то есть только для тех, кто пришел сюда сегодня, я даю цену до понедельника. Плюс еще бонус, купоны, плюс еще там другие бонусы. Думайте, есть у вас желание? Как вам вообще информация понравилась? Информация понравилась. Какое-то есть недоверие к информации или к тренеру? Человек обычно не решается на какой-то шаг, когда у него есть недоверие. Либо к информации, либо к другому человеку, который ее доносит, да? Либо к самому себе, то есть он неуверен в самом себе, в чем-то. В себе есть какая-то неуверенность? Лицей, кто остался. Это недорого. Лицей дороговато 10 тысяч или 7 тысяч? Да, и 7 тысяч дорогов. Хорошо, персональный лицей опускают на 6 тысяч. Ну, опять же, это уже у нас тут не может стоить. Информация на самом деле очень ценная, у нас тут не может стоить. Давай так, если ты хочешь пойти в эти выходные, или следующие. У нас цена была 5 тысяч летом, сейчас сентябрь цены поднимаются. Чем позже ты будешь записывать, тем могут измениться параметры. У нас не было этого третьего дня, он сейчас появился. Все меняется, понимаешь, все живое, все делается по откликам от людей. Насколько для них нормально, настолько мы ставим цену, настолько мы добавляем новые знания, диски там или дни. То есть в следующий раз, возможно, будут вообще другие условия. Я сам не знаю, какие. Сейчас здесь адапты придет. Тоже я не знал, что я сейчас буду показывать, это не этот. То есть все как-то от людей. Все взаимообмены у нас происходят. Мы постоянно отмениваемся энергией, знали и не. Давайте сейчас сворачивать наше мероприятие. Что-то мы в ГАБе же кто-то впал в ступор, сколько на время нам это стало. Все, давайте. Принимайте какое-то решение, записывайтесь вот здесь. Когда вы пойдете. А программа закупленная, еще она одинаковая, а она тоже будет? Я же говорю, даже вот то, что я сейчас говорю. Ты же был у меня в прошлый раз? Да. И второй раз пришел. Одинаково я провел? Вообще не одинаково. Я тебе говорю. Одинаковые, там все в эти выходные будет тайский, в эти выходные будет китайский. Нет. Конечно, другие курсы будут в другие дни. Это отдельный семинар, отдельный оплачивается. То есть, то, что я назвал, 33 вида массажей, плюс дополнительные все. Каждый в отдельную стоимость и каждый разного формата. Какой-то однодневный будет, какой-то там трехдневный, какой-то выездной на неделю. Понимаете? Какой-то здесь будет в Москве по вечерам. Весь день будет тоже? По вечерам. В понедельник даже весь день. То есть, для каждого мероприятия у нас свой формат. Подбирайте под себя, какой вам формат интересен. Даже вы можете выбрать цену для себя, какая вам интересна из этих. Вы даже можете выбрать день. Ну, не знаю, вас как зовут? Зофия. Зофия. Вам по какой цене интересно, по этой или по этой? Мне интересует другой вид массаж. Не боится. Какой? Больше мне релакс. Аромассаж, гавайский массаж я обучалась. Обучалась? Да. Я просто не знаю, как это все раскрутить. Набрать базу клиническую. И французскую массажу обучалась у Александра Довиткова. Уже на коррекцию фигуры. Я работаю сама в банке просто. Я постепенно перейти. И в принципе, да, пришла, чтобы понять, куда двигаться, как не маркетолог. У меня вот этот тренинг, который сейчас будет, он называется мануальный массаж. Именно массаж. Там такие смешные техники, больше связанные с жесткими мануальными практиками. Да, может быть, вам действительно стоит на другое пойти тренинг. Но раскручивать у вас, нам нет смысла, если вы не прошли хоть какую-нибудь школу через нашу школу. Такое, может быть, расслабляющее. Будет, да. Обязательно будет. Вот такой мне интересный. Мне нужна именно какая-то техника, которую я могу уверенно приглашать клиента. На данный момент я могу французский, я уверена. А гавайский я училась только два дня, а это ломало. Ломи-ломи-нули? Да. Придумывай нахожу. Я думаю, что там с тем, как касаешься, и медленно, и ели. Да, собственно, сыпала на денис, но мне нужна техника, чтобы. Вот такая бесконтактная, как я показал. Бесконтактная я не делаю. Но расслабляющее, да. Сейчас нет такого тренинга, но он будет. Будет, я просто не знаю, мы же под аудиторией готовимся, понимаете. Вот как созрели люди, мы под вас будем снимать и помещение другое. Если вот пришло человек 15, мы бы здесь были. То человек 60, там где-то зал еще один. В медицинской я учила в больнице, в институте красного миссажа. Я пробую медовый, баночный, ром-массаж. Расслабляющий, не учили расслабляющий? А ром-массаж. А ром-массаж. Я делаю, да. То есть именно как прикосновения, какие движения делать, на какие точки сжать, где гладить. Спасибо.